Друзья, бонжур! Вы заказывали, я исполняю. Мужской парфюм, мужественный парфюм, тот, который я, любящая направление унисекса и мужественности, не смогла бы на себя надеть. Это вот такой критерий. Давайте рассуждать. Я решила представить вам нишевые ароматы, которых либо не сыскать нигде, а вы бы хотели увидеть и узнать побольше. Очень многие, приходя ко мне в магазин, а я работаю в бутике нишевой парфюмерии в Брюсселе, заходите на сайт, заходите в гости в Реале. И так многие спрашивают, нигде нет обзоров на тот или иной парфюм. Вот моя миссия. Расскажу то, что скрыто. Все доступно, потому что, как я сказала, на сайте все есть. Мы отправляем почти везде, поэтому просто обращайтесь в личку или ко мне через Инстаграм. Все адреса я дам в описании. Не говорите мне, что это нигде не сыскать. Это есть, это доступно, и сейчас я это опишу. Итак, возвращаясь к парфюму, я начну с самого любимого, наверное, более недоступного, к более популярному. Первый аромат это Marc de la Morandière. И аромат называется Чингисхан. Один из самых моих любимых ароматов. Я, когда вот его услышала, это просто взрыв мужественности. Я бы такое не смогла носить. Там столько энергии, столько вибраций. Как, знаете, как топ от копыт. Вот действительно. Самое интересное, что этот аромат существует в винтажной версии и в современной версии. Вот что вам больше понравится в плане флакона. Потому что, в принципе, разница самого парфюма только в верхах. То есть в конце у вас все равно останется примерно одна и та же база. Ну, то есть я не думаю, что кто-то очень сильно заметит разницу. Разве что уж вы такой прям давно его носили, например, тот же винтаж. Дикий, своенравный, очень мужественный, но все-таки элегантный в своем роде. В составе в нем много пряностей, травы и древесины. Ну, вот из древесины там, например, ветивер. Но вы его не услышите, вот как ветиверное звучание. Также там есть мята, чабрец, лаванда. Но все это настолько густо замешано, что, в принципе, вы будете слышать вот такой вибрирующий, своенравный аромат, который вот сам по себе. И его нужно обуздать. Мне кажется, это аромат для тех, кто хочет подчеркнуть свою мужественность. Или для тех, кто, наоборот, хочет вот эти самые качества в себе развить. Для лучшего понимания быстро расскажу историю. У меня как-то в бутик пришла целая семья, датчан, которые выбирали аромат для папы. В конечном итоге они выбрали для папы что-то такое мягкое, о чем я расскажу попозже. А мальчик, которому, наверное, 18-20 лет, он долго что-то искал. И в конечном итоге я предложила Чингисхана этого мальчику. И он сказал, это мое, потому что я хочу подчеркнуть вот эту мужественность. Люди меня принимают, блондина, мягкого юношу, принимают меня за какого-то слабака, а во мне это есть. Вот о чем этот парфюм. Очень классный. Мне кажется, он настолько мужественный, что вот женщина с таким мужчиной чувствует себя просто королевой. Дальше будет целых три аромата от Миколев. Благо, что у них есть вот прям заявленная нишевой маркой линейка мужского парфюма, что ценно. Итак, Red Colorado. Это аромат, который буквально недавно выпущен. У него в составе елки, кипарис, кедр, кожа. Ну, в общем, все, что так подходит мужчине. Но это аромат, который звучит специево, довольно томно. И он немножко вибрирует. То есть он такой немножко темный по звучанию. Есть в нем вот эта вот сексапильная нотка. Вот эта кожа, что-то такое животинистая. Но специи звучат свежо, не заслащиваются. Однажды его купила женщина. Я была удивлена, потому что это было прям вот, ну, я бы такое не носила. Но есть женская кожа, которая заслащивает. Поэтому, наверное, это видео тоже будет полезно послушать и для женщин. Тем более, что все-таки мы часто покупаем подарки или делаем наш выбор для наших мужчин. Итак, Red Colorado. Классный аромат. Специевый, холодный, темный, но с согревающей древесной базой. Теперь будет один из самых любимых моих ароматов мужских в доме Миколев. Royal Vintage. Красивейший, классический, мшистый фужер, который, в общем-то, звучит по-новому. То есть вот эта вот классика, которая немножко пересмотрена. Я говорю про современную версию, поэтому здесь могут быть разночтения. Но, в принципе, мне кажется, его просто облегчили. Я предыдущую версию не знаю. Аромат настолько классический, в том смысле, что его можно надеть вот куда захотите. Он, конечно, статусный. Не люблю это слово. В нем можно жениться в этом аромате. Ну и вот если вы его наденете, например, с белой футболкой, он тоже будет хорошо сидеть, потому что он адаптируется. Мне кажется, что он и на зиму, и на лето, и на межсезонье, потому что акценты будут сдвинуты. Зимой он звучал больше какой-то перченой нотой, какой-то более такой вибрирующей, пульсирующей нотой. Сейчас в нем больше свежести. Деревяшки куда-то ушли, и он стал такой более мягкий, даже, может быть, я бы сказала, спортивный. Но все равно остается вот это нутро, вот это стержень, который его несет. Он многим нравится, поэтому, ну, в общем, ты заходишь в этом аромате, мне кажется, сразу вау. Потому что на него такая реакция обычно. Сидит он энергично и долго, часа четыре, потом он просто немножко успокаивается, и вот эта пульсация немножко исчезает. Но все равно остается довольно долго на теле, на коже, то есть он становится более близок к коже. Это все-таки французская парфюмерия, это не арабские вот эти вот такие громогласные ароматы. Ну, я считаю, что вот если его надели на вечер, весь вечер он будет вас радовать, и окружающие тоже будут впечатлены. Дальше будет Озаито. Это аромат вот из этой тройки, который наименее я могла бы носить. То есть он, мне кажется, наиболее мужским, потому что он морской. Вот эта морская нота, она все-таки линейно что-то подчеркивает такое более мужественное. Он специевый, он довольно долго сидит. Но опять-таки, наверное, как и Royal Vintage, он будет меняться к концу и будет более такой спокойный к концу, к базе. Но все-таки вот эта вот морская нота, акватическая, такая соленая немножко, вот именно за счет нее будет и длиться этот аромат, и за счет нее вот эта мужественность и придается. Мне кажется, это аромат для мечтателей покорить что-то неизведанное. В нем есть какой-то вот запах свободы, вот тот самый морской. И вот он сидит на диване, он все время мечтает об этой самой, об этом самом героизме. Но когда у него появляется возможность, он всегда находится в какой-то другой элемент, очень срочный. То есть, мечтатель, понимаете, это не тот человек, который вот Чингисхан, который идет и делает и энергично, и вот эта вот пульсация прямо вот. Но аромат симпатичный, тем, кто любит морскую тематику, тоже, мне кажется, интересен. Поэтому обратите внимание, наверное, мужчины, начиная с 35 лет, да, такое направление действительно нужно любить, но вот сейчас как раз наступает его время. Май до октября, мне кажется, он будет вас радовать. Если Марк de la Morandière, это марка, которую я уже вам представляла в предыдущих видео и пела de Fiorambo, если вот надо, посмотрите, То следующее, которое называется La Dunac, марка современная, марка итальяно-испанская, она не отличается особой оригинальностью, но это очень качественные классические композиции с современным звучанием и всегда с чем-то более интересным, чем вот вы слышали ранее. И парфюм, на который я хочу обратить ваше внимание, сегодня в мужском направлении, это Eccamli Tiver. Наверное, здесь я бы, если нужно, носила бы этот аромат, вот я оговорюсь. То есть, если вы любите ветивер и вы женщина, вы можете его попробовать все-таки. Но есть в нем вот эта зеленая ветиверная нота, которая, ну, в общем-то, мне кажется, звучит лучше на мужчинах. Этот ветивер, я не могу сказать, что он отличается прям каким-то взрывным оригинальным аккордом. Но если белая рубашка просто белая, а ткань не сидит хорошо, или она просто неприятна к телу, плохо скроена, то это плохая рубашка. Ветивер, который я сегодня представляю, просто очень классно скроенный. В нем есть много цитруса, в нем вот такие зеленые ноты, и ветивер сам зеленый. Но что в нем интересно, это то, что внутри этой композиции идет какая-то своя собственная жизнь. Какие-то свои собственные интонации, немножко пульсирующие, немножко мерцающие. Интересно наблюдать самому, когда ты это носишь. Он немножко шипровый, но это не тот шипр, который старошколовый, какой-то ретровый. Есть вот этот мох, который будет поддерживать ветивер и так далее. Подтверждаю свой тезис. Не ингредиенты сражают, а собственное развитие вот этого самого аромата. Мне кажется, его можно носить вообще всем. В смысле возрастам. Будет хорошо сидеть на 25-летнем парне. Мне кажется также, что он и освежит, и зимой он будет более древесным. Поэтому, в общем, такой аромат, даже я бы сказала универсальный. Марка La Donnac, Écran Vétiver. Я когда-то вам уже представляла в отдельном видео Марко Poulage. Четыре аромата, французский дом, Stéphanie Poulage. Очень-очень качественная парфюмерия. Сегодня мужской аромат, Supremarion. Я его представляла как восток в Европе. Да, он действительно восточный, но без сладостей. Много специй. Мускатный орех в соло. Такого мы встречаем не очень часто. Он немножко будет поддержан таким брыжущим имбирем. Это тоже приятно. Потом просветлится к сердцу жасмином. И быстро уйдет в мягкость ириса и ванильной ноты. То есть, общее ощущение от аромата, что он не сладкий. Но он специевый. У вас нет ощущения тяжести. Потому что все-таки это восточный аромат. Там специи такие прям вот. Это специи. И он воздушный. Он имеет свое движение. Только нужно любить мускатный орех. Кто-то чувствует в нем перец. Но мускатный орех, он чем-то похож на перечную ноту. Парфюм классно скроенный. Он элегантный. Он сидит довольно долго. Это eau de parfum. Потому что там у них есть eau de toilette тоже в этом доме. Интересный аромат. Универсальный. Потому что и зимой, и летом его можно носить. Это такие специи, которые вот на все случаи жизни. Они будут просто акценты по-разному ставить. И естественно, если вы любите перец, мускатный орех, носите с 20 лет и далее. А если нет, то я бы сказала, все-таки у него больше статуса, чем вот в юношеском парфюме. Дальше будет аромат, который нравится очень многим. Тем, кто любит классику. Это Eitan Bob и классическая версия Eitan Bob. Я не смогла бы носить такой аромат. Хоть он, в принципе, не такой тяжелый. Если вы не знаете в двух словах, я скажу, для кого он был создан. Это Джон Кеннеди. Он когда-то приехал во Францию. Еще не будучи президентом, Марка предложила ему какой-то аромат. То есть создать. Персонально. И в конечном итоге, когда он написал письмо с заказом Eitan Bob, на самом деле он имел в виду, что 8 флаконов для него и 1 для Боба, то есть для его брата. Вот отсюда и название Марки и так далее. И действительно рисуется что-то такое очень статусное. Вместе с тем энергичное, активное. Наверное, такая картинка человека спортивного, вдумчивого. Но вместе с тем чувствуется вот это образование. Путь к этому статусу он проделал в одиночку. То есть это не папа купил президентство. Чувствуется это в этом аромате. Итак, вначале он зеленый. Он даже, знаете, вот что-то в нем такое есть от чая, от каких-то таких вот нот немножко сенных. Но эта классика, она с секретом. Потому что нужно любить то, что придет после. Очень многим он нравится в самом начале. И потом вот эта вот сенная нота, она доминирует. И тут уж как вот на вас раскроется. У меня приятель очень хотел этот аромат, на себя надел и не смог. Потому что вот на нем вот эта сенная нота, она как-то вот превалировала. Но этот аромат является бестселлером. Поэтому я, во-первых, рекомендую к пробе. Очень так классично, очень долго сидит, очень так зелено. И действительно, вот знаете, когда не хочется иметь много ароматов, этот на многие случаи может подойти. Классный мужской аромат. Популярная ниша. Mansera Vétiver Sensuel. Очень удачный аромат в марке Mansera. Это амбиянс после дождя где-то в тропиках. Воздух такой, знаете, немножко бамбуковый. Свежий, но теплый. Вот уже от земли поднимаются теплые пары. То есть он влажный, но вместе с тем теплый. Эта свежесть уже чувствуется сейчас сменится на что-то более теплое. Вот опять придет солнце и опять будет печь. Но вот этот момент, он драгоценен. Мне он очень нравится. Он очень нравится многим, начиная с мая-апреля. Чем-то он цепляет. Потому что он действительно оригинальный. Если вы женщина, вы любите ветивер, примерьте на себя. Возможно и вам подойдет. Но вот я, для меня там не хватает очарования. А на мужчине сидит хорошо. Он подойдет разным возрастам, как молодым мальчикам. Вот 16 лет у меня есть друг семьи, который носит этот аромат. Вот он прям вот хотел. Вот это вот придать себе статуса. Точно так же более зрелым мужчинам, то есть, например, 60 лет, это вполне носибельный аромат. Потому что он свежий, в нем все есть. То есть он так построен, чтобы понравиться многим. Мужественно себя ведет на коже. Освежает. Ну что еще надо? Монталь. Удиссея. И это, наверное, самый любимый мой аромат на сегодняшний момент в этом доме. Если говорить про мужское направление. Аромат был выпущен, по-моему, в прошлом году, в конце или вот в начале этого года. То есть вот эта новинка, которая, в принципе, популярна. Мне кажется, она универсальна также. Но о чем же аромат? Там вот вояж по итальянскому побережью, мимо него, то есть собираемся с цитрусы. Там очень много цитрусов в начале. А потом продолжаем путь в арабские страны. И тут уже начинается Уд. Уд, Шафран. Это то, что чувствую я. Там, конечно, у Монталь всегда будет вот эта база, которая грузиком будет о себе напоминать. То есть если вам нравится Уд, такая связка Уд-Шафран, это вам понравится. Он сидит очень долго. Он вот прямо, вот можете после душа, он вот эта база, да. То есть верха, может быть, поменяются в разных парфюмах. Но этот базовый аккорд вы никогда ничем не спутаете у Монталя. Это аромат, мне кажется, тоже универсальный в том смысле, что он подойдет всем. И зрелым мужчинам, и молодым мальчикам. Вот потому, что я вижу, как его выбирают. Это, в принципе, всеядный парфюм. Точно так же, как и история с ветивером Мансера. Аромат, который нравится. Ну, бывают же песни, которые мы слушаем. Ничего такого особенного. А вот она звучит и радует, создает настроение. Это вот из этой серии. Хотя бы в качестве летнего парфюма рассмотрите его. И напишите мне о своих впечатлениях. Ну, как всегда. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь. И тогда я пойму, что про мужчин нужно снимать. Будьте здоровы, счастливы и пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok